Анастасия Шер, Брошенко, Пролог, Нина Семья, вот что у меня на первом месте вот уже много лет. Мои родные, любимые, самые дорогие в мире люди. Так есть и будет всегда. Вернее, было до того самого рокового дня, который перевернул мою устоявшуюся, размеренную и счастливую жизнь с ног на голову, показал, в какой иллюзии я жила все эти годы, какой глупой и недальновидной была, когда растворилась в муже без остатка, позволив ему считать меня всего лишь удобным приложением к интерьеру, почти как мебель, кресло, которое уже старое и немодное, но выкинуть жалко, потому что к нему привыкла задница. Я ждала его из армии, потом ждала, пока он сделает мне предложение, затем ждала, когда он будет готов к детям. И ни разу, ни слова возражения. Я боготворила этого человека, слушала его, открыв рот, как наивная дурочка. Он был моим кумиром, моим миром. Четырнадцать лет. Я подарила ему четырнадцать лет своей жизни. Абсолютно и безоговорочно посвятила себя семье. И что в итоге? Располневшая с розовым киселем вместо мозгов, без работы, полностью зависима от предателя. Поистине жалкое зрелище. Ненавидел ли меня кто-нибудь больше, чем я сама? Едва ли. Я так любила его. Так боготворила. А теперь тону в вязкой вонючей тень, захлебываясь его жестокостью и цинизмом. Смогу ли я забыть все это, если он приползет на коленях и станет молить о прощении? Глава первая. Слав, но чего ты так рано уходишь? Еще же только семь утра. Я стояла у мужа над душой, пока тот надевал пальто. Работы много сегодня. Нужно подготовить один объект к сдаче. Документы, сметы и прочую хрень. Бюрократия, мать ее! Взял из моих рук недоеденный бутерброд. И, откусив большой кусок, чмокнул меня в щеку. Вечером не жди. Буду поздно. Подожди, я же еще тебе обед приготовила. Не ноль, уймись. Я в кафе поем. Щелкнул меня по носу и скрылся за дверью. Вздохнула и побежала к окну, чтобы проводить его взглядом, как делала каждое утро. Казалось бы, можно найти занятие и поразумней. В тридцать четыре годика-то. Но куда там? Я же помешана на своем муже, как малолетка. Что четырнадцать лет назад, что сейчас? Говорят, с годами чувства притупляются, а семейная жизнь превращается в рутину. Что ж, если это и так, то я просто обожаю свою рутину. Слава уже у машины взглянул на наши окна. Помахал мне рукой. Старая добрая традиция. «Мамуль, а где папа опять?» Спросила за завтраком дочь, откусывая от хрустящего тоста. «Как где?» «На работе?» «Где же еще ему быть?» Я подвинула тарелку с кашей Кириллу, на что тот недовольно накуксился. «Фу!» «Опять каша!» Яна отзеркалила действия брата, а я закатила глаза. «Так, не начинайте. Каша полезная. А колбаса, которую вы так любите, гадость! Питаться нужно правильно, и помните! Мы то, что мы едим!» Закончила за меня Яна и фыркнула. «Но колбаса все равно вкуснее. Даже папа так говорит». Я улыбнулась. «Надо же! Как могут быть дети похожи на одного родителя, и ничего не заиметь от другого? Оба моих цветочка были точной копией своего отца. Характер, повадки, внешность». Варламов даже иногда подшучивал надо мной, мол, от любовницы детей родил. «И я бы, наверное, даже поверила, если бы не знала, что он никогда меня не предаст. Мой Варламов – самый верный и преданный мужчина в мире. А еще идеальный семьянин». «Мам, а можно я сегодня в школу не пойду?» Законючил Кирюша, впрочем, как и всегда. «Не пойдешь в школу – станешь тупым дураком», – ответила ему Яна, за что я вознаградила ее осуждающим взглядом. «Что, мам, ты сама говорила, что в школу нужно ходить, чтобы стать умными?» «Да, но твой брат не дурак». «Все, собирайтесь в школу, бегом». «А Янка двойку на прошлой неделе получила». Пошел наступление сын, и я засмеялась. «Знаю, я видела ее дневник. Встали и пошли к машине. Повторять не буду». «Да, подруга», – Юлька покачала головой, глядя полными ужаса глазами на мою талию. «Но ты разжирела». Вот от кого, от кого, а от нее это слышать было смешно. «И это мне говорит девушка, под которой ломаются весы», – парировала я, немного оскорбившись замечанием лучшей подруги. «А вот Юльке, как с гуся вода, наплевать с высокой башни, кто там и что говорит». Она лишь пожала плечами и открыла меню. «Начнем с того, что я таки уже не девушка, а женщина. Хотя за комплимент спасибо. Да и у меня телосложение такое. Я всегда пухляшом была. Это моя изюминка, если хочешь. А тебя помню стройной красоткой». Нарастила бока. «Имей смелость признаться». «О, я вот эту пироженку буду. А ты что?» Я покачала головой, отодвигая меню. «И за что я дружу с этой стервой? Напомните мне кто-нибудь». «Накормила, спасибо». «Да ладно тебе, не гунди. Уж лучше я тебе правду скажу, чем муж. Поверь, услышать из его уст – это будет намного обиднее». «В чем-то она, конечно, права. Мой славка весь из себя красавец, представительный и до ужаса сексуальный мужчина. А я вот что-то запустила себя. Действительно, будет очень неловко, если он мне об этом скажет. А он скажет, будь что не по его. «Что, так сильно заметно, да?» Глотнула воды. «Но желудок так просто не обманешь. А я с утра еще ничего не ела». «Ага, я тебя месяц всего не видела, а ты уже как колобок». Огромный жирный минус Юльки она всегда преувеличивает и раздувает из мухи слона. Да, я немного поправилась, но не так критично, как рассказывает подруга. Две недельки на овощах, и все вернется на круги своя. Правда, соблюдать диету, когда ты мама двоих детишек-сладкоежек, нелегко. Да и слава приходит поздно, а я привыкла ужинать вместе с ним. Хоть это, конечно, не оправдание. Скажешь, что же. Пару кило всего набрала. Это ты своим требовательным взглядом зацепилась, а муж меня любит такой, какая я есть. Сдернула подбородок, победно взирая на Юльку. Подруга саркастически хмыкнула. «Смотри, мать, пойдет твой любящий налево, и не заметишь, как семейная крепость в руины превратится». «Они же такие, сволочи, все бы им молодую да красивую. Как жена чуть подурнеет, так сразу же в утиль ее, а любовницу себе под бочок. Светку Зайцеву помнишь? Так вот ее мужик-то бросил с тремя детьми. Говорит, мол, другую полюбил, двадцатипятилетнюю. Ушел, и алименты не платит. А Светка на двух работах вкалывает. И тут, как говорится, Остапа понесло. Киселева знатная мужененавистница. С тех пор, как ее муженек сбежал куда-то за границу, оставив Юльку одну с ипотекой и кредитом на машину, на которой он, собственно, и сбежал, она начала презирать всех особей мужского пола, начиная с восемнадцатилетнего возраста. — Не говори глупостей. Мой Славка никогда меня не предаст. Мы с ним с юных лет вместе. Семья у нас. Он не из тех, кто все это променяет на какую-то девицу. Будь она хоть трижды стройная и распрекрасная. Юля саркастически хмыкнула, но в дискуссию ударяться не стала. И зато спасибо. — Ой, ладно. Давай выпьем, что ли? Не виделись целый месяц. Рассказывай, что там у тебя нового. — Ты чего не спишь? Муж сухо чмокнул меня в щеку и со вздохом стащил с себя пальто. Не представляешь, как я устал. Зверски просто. Ты же знаешь, я не могу уснуть без тебя. Ты сегодня очень долго. Пойдем, я тебя накормлю. Слава ослабил галстук и, аккуратно отстранив меня, зашел в ванную. Я перекусил в офисе. Давай лучше спать ложиться. Мне уже через пару часов вставать. На мгновение стало обидно. Я тоже устаю. Дети и домашние хлопоты выматывают похлещей бизнеса. Если у Славы сотни подчиненных, то у меня ни одного. Дом на мне, уроки, стирка, глажка, готовка. Разве я не устаю? Но ведь все равно грею мужу ужин три раза за вечер и жду его до глубокой ночи. Неужели я не заслужила хоть немного ласки? Хотя бы чуточку внимания. Но тот же себя одернуло. В конце концов, он старается... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...